Привет, друзья! Сегодня я расскажу о седьмой серии первого сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы». Американский анимационный сериал «Онтология», созданный по заказу потокового сервиса Netflix для взрослой аудитории. Сериал находился в разработке больше десяти лет, а источником вдохновения для продюсеров Финчера и Миллера послужили комиксы и рассказы из журнала «Хэви Метал». Ты не представляешь, сколько потерянных душ через это прошли. Ты не готов. Ты знаешь, как я люблю? Медленно и развратно. Члены экипажа космического корабля «Синий гусь» Том, Сюзи и Рэй возвращаются домой с успешной миссией. Люди перешучиваются. Рэй вчера принял немного лишнего, и сегодня ему сложновато управлять кораблем. Но курс проложен, и, похоже, Сюзи даже нашла короткий путь, что вызывает похвалу капитана. Диспетчер разрешает движение. Рэй отдает управление машинам. Экипаж укладывается в анабиозные капсулы. Том шутит с диспетчером, прося везти их корабль понежнее, и закрывает глаза. Спустя время Том слышит сигнал тревоги и обращает внимание на мигающий дисплей у своей капсулы. Мужчина пытается понять, что случилось, и всматривается в иллюминаторы. Впереди почему-то оказывается... ремонтный цех. Том не понимает, что случилось, и будет Сюзи. Девушка чувствует себя не очень хорошо и не может понять, где они находятся. Том тоже не может узнать станцию. Вдруг открываются шлюзовые двери, и в каюту входит молодая женщина в скафандре. Она сразу обращается к Тому по имени. Он тоже с удивлением узнает свою бывшую пассию – Гретту. Женщина сообщает, что в навигации случился сбой. Это выводит Сюзи из себя. Она не может поверить в допущенную ею ошибку. Но Гретта успокаивает девушку. Похоже, это диспетчер натворил дел. Сюзи чувствует себя не очень хорошо и теряет равновесие. А Гретта сообщает, что они находятся на станции в секторе Шидар. Космонавты в шоке. Они отклонились на световые годы. Никакой сбой не мог забросить их так далеко. Сюзи требует показать ей бортовой журнал. Вскакивает с места и теряет сознание. Гретта ставит диагноз. Это послекапсульный приступ. Она с таким сталкивается не впервые. Лучше всего девушку вернуть в капсулу, пока они совсем не разберутся. Да и Рея пока лучше не будить. Гретта приглашает Тома на станцию, пока техники осмотрят его корабль. Женщина приводит его в красивую комнату с огромными окнами, за которыми открывается шикарный космический вид. Да и сама Гретта выглядит сногсшибательно. Она показывает ему ориентиры. Там находится разлом орла. Том не в своей тарелке. Снова встретить бывшую любовь в таком захолустье? Она смеется и напоминает о судьбе. Может, это она привела его сюда? И признается, что давно мечтала о встрече с ним. Том вспоминает их флирт. Три года назад. Но женщина шутливо бьет мужчину. Это было четыре года назад. И это был не просто флирт. Том жалеет о том, что не остался тогда с ней. Но Гретта прощает это. Ведь сейчас он здесь. Остальное не важно. Она целует мужчину. И между ними несколько раз происходит всякое. После случившегося, Том пытается проанализировать все произошедшее с ними. Гретта признается, что была не до конца честна с ним. И рассказывает, что на самом деле они находятся не в секторе Шидар. И показывает ему координаты станции. Они в 150 тысячах световых лет от дома. Том в шоке. Сколько же они проспали в капсулах? Гретта объясняет, что в субъективном времени прошло всего пара месяцев. Но дома прошло несколько сотен лет. Даже если они сумеют проложить курс и найти дорогу домой, возвращаться им просто не к кому. Прежний мир для них умер. Гретта просит прощения за обман. А Том раздраженно пеняет. Это почти смерть. Женщина не согласна. Он здесь. С ней. И тут Тома осеняет. А как она тут оказалась? Гретта рассказывает, что тоже попала в такой же сбой. И не она одна. И, пожалуй, пора будить его друзей на синем гусе. Сюзи просыпается и не помнит ничего из произошедшего. Какие-то странные сны про... И тут она видит Гретту. Ее она и видела во сне. Но кто это? Том не понимает. Сюзи же знакома с Греттой. Они встречались несколько лет назад. Но взволнованная девушка кричит, что это не Гретта. Здесь творится что-то невообразимое. Том пытается успокоить девушку. Но та просит взглянуть на Гретту повнимательнее. А потом бросается на нее и ранит в горло. Гретта усыпляет Сюзи. И предлагает попробовать разбудить ее попозже, когда пройдут последствия после анабиозной болезни. Тома мучают сомнения. Он разглядывает шею спящей Гретты и не обнаруживает и следа пореза. Сюзи права. Это совсем не Гретта. Женщина признается, что Том все еще спит в капсуле. А станция является симуляцией, которую ему показывают. Он просит сказать правду. Гретта уговаривает его, что большая часть рассказанного ему – правда. Они правда попали сюда из-за ошибки. И они правда за разломом орла в тысячах световых лет от Земли. И тут правда есть станция, только другая. Но она внушает ему поддельную реальность и поддельную Гретту. Том требует показать, кто или что она такое. Из ее глаз текут слезы. Она жалеет Тома. Он не знает, сколько заблудших душ прошло с ней через это. Она не хочет огорчать его. Но Том настаивает – она должна показать, что тут творится. Он хочет увидеть, какая она на самом деле. И женщина сдается. Но напоследок уверяет, что Том ей очень дорог, как и все заблудшие души, о которых она заботится. Том превращается в изможденного старика, находящегося в разбитом корабле. Капсулы его погибших друзей разбиты, а все вокруг затянуто паутиной. Потрясенный мужчина осматривает корабль, погибший, судя по всему, много лет назад, и слышит голос Греты, которая здоровается с ним. А потом из черного провала выходит гигантская инопланетная паучиха. Том приходит в ужас от осознания происходящего. Грета возвращает его в мир снов, заставив забыть недавние воспоминания. Том просыпается на станции, и Грета вновь приветствует его на станции Шидар, сотни световых лет от дома. Но это не страшно, ведь тут он встретил друга. Сериал состоит из отдельных короткометражных серий, каждая из которых длится менее получаса. Каждый эпизод создан разными командами и студиями из разных стран мира. Хотя были случаи, когда они могли сотрудничать. В картине прослеживаются три темы, которые показываются вначале в виде символов. Сердце – любовь. Косой крест – смерть. Эмотикон робота – роботы. И в серии они могут встречаться как каждый в отдельности, так и вместе. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете об этом фильме. И не забывайте, пожалуйста, поддерживать нас лайками и подписываться.